здравствуйте уважаемые зрители в прямом эфире ром что вы в студии даниил романюк и сегодня мы продолжаем разбираться в системе построения государства разбираемся с терминологии и сегодня затронем термин общенародная собственность у нас в гостях эксперт сергей суржик здравствуйте сергей здравствуйте даниил здравствуйте зрители сергей сразу приступлю к вопросам и первый мой вопрос скажите пожалуйста что такое совладение общенародной собственностью ну термин совладение общенародной собственностью необходимо рассматривать в контексте идеологии то есть если мы рассматриваем с вами идеологию построения справедливых отношений в обществе то мы рассматриваем народ как единый правосубъект и он владеет общенародной собственностью без выделения границ и долей для отдельных собственников то есть рассматриваем социалистический вариант владения общенародной собственностью это Это можно для примера масштабировать и рассмотреть с закрытым акционерным обществом, на примере закрытого акционерного общества. Народ представим, как будто они акционеры, и он владеет общенародной собственностью, как акционеры предприятия, и получают выгоду от владения этой собственностью, распоряжается этой собственностью в интересах акционеров, руководства этой организации, а в нашем случае с государством это будет государственный аппарат. А так как народ – это общность людей, все они являются совладельцами общенародной собственности, без выделения границ и долей для отдельных собственников. То есть нельзя забрать свой кусок предприятия и уйти с ним, так как общенародная собственность неделима. Ведь то, что относится к общенародной собственности, это то, что дала природа, то есть территория и ее богатство. И всем этим владеет народ, как единый правосубъект. Вот что включает в себя понятие совладения общенародной собственностью. Сергей, вот нефть и газ, они все-таки принадлежат же народу, правильно? Ну давайте здесь разберемся немножко по порядку. Нефть и газ, как и другие природные ресурсы, это все было общенародной собственностью. А если сказать точнее, то по последней Конституции Советского Союза 1977 года, так называемой Брежневской Конституцией, нефть и газ относились к государственной общенародной собственности. И это было до момента разрушения Советского Союза. А в действующей на сегодняшний день Конституции, Ельцинской, которая была принята в 1993 году, такого термина уже нет. И это явилось следствием поражения Советского Союза в Холодной войне. И та группа, которая получила выгоду от развала Советского Союза, вычеркнула из нашего лексикона данное определение, то есть вычеркнула общенародную собственность, определение данное не используется. Это было сделано для того, чтобы потомки и следующие поколения людей даже не задумывались о том, что они потеряли. А элита обеспечила бы защиту своих интересов, в виде защиты теперь уже той собственности своей, которую они отобрали у народа. То есть хочу сказать, что у народа забрали право на общенародную собственность, которая у него была от предыдущих поколений. И это было отражено в основном в законе страны. Так как в 1945 году наши предки воевали за свободу и за землю и отстояли свое право быть хозяевами на этой земле и быть хозяевами богатств всех, которые дает эта земля. А для того, чтобы понять, кому сейчас все-таки принадлежат нефть и газ, необходимо обратиться напрямую к основному закону страны. И здесь, я думаю, снова вернемся к Конституции 1977 года Советского Союза, где граждане Советского Союза, как народ и как единый правосубъект, были совладельцами общенародной собственности, без выделения границ и долей для отдельных собственников. Также в Конституции было указано, что народ Советского Союза, согласно первой и второй статьи Конституции, был учредителем государства. То есть государство работало в интересах народа. А нефтегаз это полезные ископаемые. И пока они находятся в недрах, это общенародная собственность. Но для того, чтобы из них сделать готовую продукцию, необходимы инвестиции. В Советском Союзе всем этим занимались государственные предприятия. И делали они это в интересах народа, так как народ был учредителем государства. А сейчас, по Конституции, все, что раньше было общенародной собственностью, принадлежит государству и олигархам. При этом государство сейчас тоже работает в интересах малой группы лиц. Так как депутаты, которые представлены сейчас во власти, не представляют широкие слои населения. А в большинстве случаев представляют крупных собственников. То есть тех же самых олигархов. И народ сейчас по нашей Конституции не является учредителем государства. Соответственно, не является выгодополучателем от его деятельности. И добычей полезных ископаемых занимаются сейчас коммерческие организации. И они, конечно же, работают в интересах своих акционеров. И с целью получения максимальной прибыли. То есть я хочу вам сказать, что в данном случае, если в законе у нас нет прямых норм о собственности, то и прав на собственность у народа нет. То есть сейчас нефть и газ это государственная собственность и собственность олигархов. Ну хорошо, Сергей. А вот как быть с бензином, металлом, древесином, молоком? Мне кажется, что каждый человек, вот например я, члены моей семьи, мы же по идее должны быть владельцами этой собственности. Ну здесь я хотел бы уточнить, да, немножко как бы понятен ваш вопрос. Вы, члены вашей семьи, как и остальные граждане нашей страны, должны быть совладельцами общенародной собственности. И должны быть ими как часть народа. И выгодополучателями от владения этой собственностью тоже должны быть. И свое право должны были на общенародную собственность получить по наследству от предыдущих поколений. Но 30 лет назад предатели в правящей группе при поддержке иностранных агентов разрушили Советский Союз, где это право было отражено в основном в законе страны. И давало возможность построить справедливые отношения в обществе. А сейчас, а точнее с 1993 года, мы все не являемся собственниками общенародной собственности. И выгодополучателями от деятельности государства тоже не являемся. Собственниками общенародной собственности сейчас является государственный аппарат и олигархи, которые распогатили на общенародной собственности, отобрав ее у народа. А бензин, металл, древесина, молоко, вся остальная готовая продукция, это не то что дала природа это уже сделал человек это уже необходимо относить другим формам собственности вот я ответил на ваш вопрос да вот по понять не стало спасибо хорошо тогда следующий наш вопрос как влияет вот вы сейчас упомянули справедливые отношения как может общенародная собственность повлиять на справедливые отношения есть какая-то связь так справедливые отношения в обществе вообще справедливые отношения в обществе строятся на трех базисах один из них это отношение к общенародной собственности то есть если мы говорим о том что общенародной собственностью владеет народ как единый правосубъект и является учредит и является учредителем государства то И он является и выгодополучателем от владения собственностью и от деятельности государства. И он будет как бы выгодополучатель, выгодополучателем будет весь народ как единый правосубъект, а не отдельные собственники как сейчас. И это дает возможность, именно такие условия, остановить рост имущественной разницы. А при правильной работе системы управления будет возможность выстроить справедливые отношения в обществе. А если эти три базиса не будут таковыми, то и рост имущественной разницы остановить в принципе невозможно. Ведь она уже растет согласно законов экономики, где больше капитал всегда поглощает меньше. То есть богатые богатеют, а бедные беднеют. А если имущественная разница постоянно растет, то предел таких отношений это тупо элитарное общество и рабовладельческий строй. А это уже конечно же несправедливые отношения. И нам этот путь не подходит. Вот такая зависимость. Ну вот сейчас я подумал, получается наши родители, мои родители, они были владельцами общенародной собственности. А как же так получилось, что у них отобрали собственность? Да, собственность действительно как бы отобрали. В первую очередь это стало возможным благодаря тому, что в партнер-номенклатуре, то есть власти в Советском Союзе удалось получить согласие народа на приравнивание общенародной собственности к государственной. И народ свое согласие на это дал при голосовании за Конституцию 1977 года, что и было закреплено в 11 статье данной Конституции. Народу это подавалось, как можно сказать, как то же самое. То есть говорили о том, что государственное и общенародное это то же самое, так как народ и есть учредитель государства. Но в итоге получилось так, что у собственника появился посредник, при том обязательный монополистический посредник. Так как в 6 статье этой же Конституции 1977 года говорилось о том, что руководящей и направляющей силой является Коммунистическая партия Советского Союза. Так вот, по итогу, приравниванием государственной и общенародной собственности партнер-номенклатура решила себя сделать монопольным посредником между общенародной собственностью и народом, как собственником. То есть партийный аппарат стал иметь такие же права, как и сам собственник и стал обязательной монополистической прокладкой между собственностью и собственником. Стал перехватывать выгоду, которая шла от этой собственности, увеличивая свое благосостояние. То есть началась увеличиваться имущественная разница. Они стали богаче намного, чем народ. И стали идти по капиталистическому пути. То есть становиться элитой. А после ликвидации посредника в 1991 году, когда ликвидировали партию КПСС, благодаря тому, что у народа было атрофировано чувство собственности, Из-за привычки, что все действия социалистической власти осуществлялись в интересах народа, новая капиталистическая власть все эти самые права на собственность решила как бы раздать на руки. Так появилась ценная бумага под названием «Приватизационный ваучер», на основании которого каждый советский житель получил на руки документ, который удостоверял право на выделенную часть уже не общенародной собственности. Хитростью всего этого было, что при всем этом по решению правительства право на собственность у будущих поколений аннулировалось. Так как правительство принимало такие решения, так как на то время оно уже представляло интересы тех групп лиц, которые получили выгоду от развала Советского Союза. И как раз было время реформы. В то время, когда разрушали Советский Союз, много было несправедливостей. Я думаю, что мы с вами обязательно дадим этим событиям правовую и моральную оценку, так как мы с вами имеем право на общенародную собственность и являемся наследниками своих предков, которые отстояли эту территорию, ее богатство, победив в Великой Отечественной войне 1945 года. То есть мы с вами потомки победителей и должны об этом помнить. Да, я с вами совершенно согласен. Думаю, все зрители также согласятся. И как мы видим, Володин сейчас с трибуны также настаивает на том, что необходимо дать правовую оценку тем событиям. Очень надеемся, что сейчас доведем до конца это дело. Да, будем надеяться, что как можно быстрее и безболезненнее для народа пройдут все эти изменения и действительно вернем себе собственность. Ну, хорошо, Сергей. И вот такой вопрос уже ближе к настоящему времени. Мы знаем, что есть дальновосточный гектар. Бери и владей. Чем несправедливое отношение? Ну, в любом случае, когда говорят о том, что сейчас раздают дальновосточный гектар, в любом случае, когда что-то дают, это уже неплохо. А вот где дают и сколько дают, это уже вопрос. Потому что, как все знают, как общераспространенная истина, необходимо так давать, чтобы можно было взять. Но с дальневосточным гектаром далеко все не так. Если бы давали этот дальновосточный гектар на территории, где уже существует выстроенная инфраструктура, то это было бы неплохо. Тогда человек, владеющий этим участком, мог бы встроиться в действующую инфраструктуру и кормить свою семью. Но зачастую этот гектар дается на территории, где такой инфраструктуры нет. А следовательно, чтобы прокормить свою семью в тех природных условиях, в которых он дается, надо не один гектар, а 10. И довольно большие инвестиции для рядового гражданина. Следовательно, того, что дают, недостаточно для того, чтобы прокормить свою семью. Поэтому эти территории в основном берут перекупщики, которые там не строят ничего, либо уже богатые люди, которые таким образом себе строят очередной домик. А обычные люди не могут себе позволить так жить и такие финансовые вложения. Поэтому чаще всего на этом зарабатывают торгаши, получая участки на себя и потом продавая их уже другим. А если смотреть в общем на всю ситуацию, даже если получат некоторые люди участки дальневосточного гектара, то в общем для страны ситуация не изменится. Общая ситуация будет вести все равно к тому, что имущественная разница в стране будет расти. И это будет вести к рабовладельческому строю. А в таком случае система управления не будет устойчивой. И в итоге это все приведет к разрушению страны. Потому что справедливых отношений и отношений к собственности в данном случае также нет. К общенародной собственности. Сергей, ну получается, грубо говоря, что обычный человек, гражданин, на которого якобы настроена вот эта система про дальневосточный гектар, он не может ее реализовать. У него просто недостаточно ресурсов для того, чтобы освоить эту территорию. Да, людей буквально бросают осваивать целину. И те люди, которые имеют достаточный, даже вплоть до того, что не то что финансовый, а жизненный ресурс, они еще как бы, может быть, кидаются в эту авантюру из простых людей. Но в основном программы дальневосточный гектар пользуются довольно состоятельные люди. Потому что я, например, у себя в регионе не слышал массово, чтобы кто-то рвался за этим дальневосточным гектаром. Хотя, как бы, предложение очень заманчивое. Да, согласен, заманчивое. Но вот нужно зрить в парень, конечно, углубляться и разбираться. Сергей, такой вопрос. В обществе часто звучат понятия личной собственности и частной собственности. И одно и то же это или нет? Ну, вообще, как бы, я эти понятия... различаю для себя, да? Но большинство людей как бы пользуются термином Карла Маркса, который их ввел в обиход. И большинство людей, даже большинство, как бы, научных трудов выстроено именно по терминам и по определениям Карла Маркса, который их вводил. По его определениям, личная собственность это собственность, используемая для личных нужд. А частная собственность это собственность, используемая для коммерческих нужд. Но сами эти определения, которые ввел Карл Маркс, в корне неправильны. Так как собственность не может определять деятельность, то есть коммерческую или некоммерческую. Деятельность может определять только собственник. И правильно говорить, собственность физического или юридического лица. А личным, например, может быть имущество как движимое, так и недвижимое. Вот поэтому сами эти понятия, как бы водил Карл Макс, я не считаю их правильными, необходимо говорить по-другому. Правильно я понимаю, личной собственностью может быть, например, автомобиль, и его можно использовать для своих личных благ, либо на нем зарабатывать. И получается, если ты на нем зарабатываешь, это уже частная собственность, судя по вот этим понятиям. Да, но мы же с вами говорили о том, что, как бы я вам говорю сейчас о том, что собственность, именно сама собственность не может определять деятельность. Деятельность определяет человек. Да, то есть неправильно изначально понятие построено, получается. Да, то есть ваш личный автомобиль, это ваше личное имущество. Вы уже решаете как собственник, как вы будете использовать свою собственность. То есть, Карл Макс изначально как бы неправильно вообще определил вот эти все понятия, ввел для того, чтобы внести именно такую, как бы, свою лепту, наверное, да? Да, он хотел запомниться, но вот запомнил тем, что именно он эти понятия ввел. Хотя они неправильные. Ну, Сергей, и вот все-таки в целом давайте вот подытожим. Хотелось бы узнать, что же все-таки нужно сделать, чтобы мы стали совладельцами общенародной собственности? Чтобы стать совладельцами общенародной собственности, нужно на самом деле не так много, да? Но это очень важные шаги. И здесь все довольно просто. Необходимо отразить в основном законе страны, то есть в Конституции. Первое. Это сам термин общенародной собственности. Следом указать, что наш многонациональный народ владеет общенародной собственностью, как единый правосубъект. И что народ является учредителем государства и выгодополучателем от его деятельности. Также необходимо в основном законе страны установить запрет на отчуждение иностранцам и ликвидацию общенародной собственности или ее части. При соблюдении всех этих условий мы будем совладельцами общенародной собственности. И мы будем иметь возможность построить в нашем обществе справедливые отношения. Спасибо большое, Сергей. Я думаю, что, скорее всего, еще возникнут вопросы у нас и у наших зрителей. И при возможности, конечно же, мы снова вас пригласим ответить на вопросы. Спасибо большое. Очень приятно было общаться. Спасибо. Да, спасибо, что сегодня были у нас в гостях. И мы сегодня, я напоминаю нашим зрителям, разобрали, что такое общенародная собственность. Сегодня у нас в гостях был наш эксперт Сергей Суржик. Смотрите наши предыдущие эфиры, в котором мы также поднимали тему собственности. Ссылки на предыдущие эфиры будут в описании. Оставляйте ваши вопросы в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.